привет мужчины и женщины кто смотрит сегодня у нас 31 октября я открываю свой промыслово охотничий сезон сегодня выставляю капканы по бобру взял с собой 11 капканов два проходных и 99 нагозахватов вот рюкзак мой он полностью набит капканами сейчас я вам покажу использую разные капканы от пятерки до тройки кованые капканы старинные проходной проходной капканы я размер 320 не особо заморачивался не сильно поэтому снова пользуюсь многозахватом выставлять буду капканы на плотинах на бобринных вылазах уже нет смысла в ближайшую неделю все застынет сегодня погода мерзкая идет мелкий дождь вышел поздно капканы ставлю поздно что делать не было времени и вот сегодня в планах у меня поставить 11 капканов речка у нас вот такая вот название не буду говорить плотина на таких реках бобры делают очень часто очень часто делают плотины и поэтому я думаю особого труда не составит ну километров пять пройду я все свои капканы смогу расставить на завтра у меня выставлять капканы на куницу буду судя по видеороликам некоторых блогеров куницу уже стреляют нынче она мне кажется что уже пора в общем все покажу все увидите смотрите будет много интересного да взял лицензию на куницу бобра по 1000 рублей та и другая и на лося взяли лицензию 18 500 у нас начистоит на лося загоном будем охотиться буду снимать очень много погодой бы еще подфартила что-то погоду такую-то не очень хорошего обещают по крайней мере на первую неделю 18 дней у меня так что поохотимся смотрите смотрите короче давайте удачи всем вот ребят в общем таких местах устанавливаю капканы на бобра плотина на листья зверя явно что знал свежие погрузы варью пол поставлю катка вот в этом месте там тоже немножко плотина подразумела но поставлю здесь на мой взгляд более эффективное место там место хуже поставлю сейчас вырублю кол хочется вспомнить одну притчу про бобра прочитал я и очень давно журнале охота на 60-х годов выпуска встречаются в общем на реке бобр и лебедь у лебедя прекрасного зрения а у бобра прекрасный слух и вот спорят к ним тоже тоже важнее хорошее зрение или хороший слух когда говорит лебедю слышишь плеск весла за пятым поворотами или либо нет ни слышу бобер поплавал по балалу поплавал или слышишь плеск весла по 3 поворотам реки лебедника нет не слышишь Бобер еще поплавал и спрашивает, а слышишь плеск весла за вторым поворотом реки? Лебедь ведь нет, не слышу. Бобер нырнул. А лебедя застрелил охотник. Поэтому, наверное, все-таки в лесу важнее слух, чем зрение, если судить по этой притче. Ладно, смотрите. Небольшое было отступление велическое. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, берем капканчик. Ставим троечку. Пятерку поставим с одной пружиной. Пятерку с одной пружиной. Капкан старый. Кован очень мощный. Бобру его далеко не утащить. Привязываю на обычную алюминиевую проволоку. Ногозахваты, в принципе, запрещены, конечно. А куда деваться? Ставим. Ставим. Нарушаем, наверное. Но, в принципе, в этом капкане бобр не долго мучаться. Стоит ему только уйти на глубину и ему кирдык. Потому как капкан его топит. Погода сегодня, конечно, не радует. Погода не радует. Посмотри же, доставать не охота. Вот еще плотинка, мужики. Здесь капкан за сандалью. В общем, суть установки капкана на плотинах такова. Делаем в ней небольшую дырку, чтобы вода шумела. Сильно разбирать плотину я считаю, что ни к чему. Когда сильно плотину разбираешь, бобр, ну, наверное, понимает, что это намеренно сделано. И долго не приходит на плотину. Вот здесь вот разобрал человек, здесь живет. И бобр долго не приходит. Нужно, чтобы шумела вода, чтобы он слышит. И понимает, что где-то плотину немножко промыло. И начинает ремонтировать. Ставлю капкан. Если пятый номер, вот просто, грубо говоря, вот размыло плотину, я его прямо здесь и ставлю. Если же номер тройка, то я уже его немножко ставлю, получается, в сторону. Не сюда. Тройку ставлю немного под лапу, чтобы бобр его не сработал с животом. Это очень важно, потому что бобр часто срабатывает капкан с животом, а не лапой. Такие вот дела. Сейчас троечку установлю, покажу. Давайте. Так, мужики. Установил очередной капкан. Хотел здесь тройку поставить, но очень глубоко. Бобр здесь проходит, он просто его проплывет. Поэтому я поставил проходной. Надо 320-й, вроде бы, капкан. Вот так вот его поставил. Эту протоку. Так поставил. В пружины засадил два кола поверх. Бобр тоже положил бревно, чтобы создать импровизированную такую, как сказать-то... Ну, чтобы бобр поднырнул под этим бревном. Препятствие, импровизированное препятствие создал для бобра. И бобр сейчас будет подныривать, и боба должен попасть в капкан. Бобра здесь много, присутствие его явно, тоже плотина. Единственное, что плотину тут подпортил человек один. Бобря ему мешает, у него подтаплива от огород. Поэтому он плотинку подпортил. А так бы здесь можно было на газоход ставить смело. Такие вот дела. Возможно, установку всех капканов снимать не буду. Буду показывать уже потом результат. Попало, не попало. Хорошо, смотрите. Всем хорошего настроения. Хороших просмотров. Постараюсь снять как можно доступнее, объяснить, как я ловлю бобра. Смотрите, ребята, какая хорошая плотина. Здесь наверняка живет очень хорошая, сильная семья. И ее можно немножко проредить, я считаю. Вообще, в таких местах капканы ставить очень эффективно. Читаю, можно 2-3 бобра смело брать с такой плотины. Ну, больше трех, наверное, не стоит, если вы планируете еще на будущий год охотничать в этом месте. Тут вот дед у нас ставил морду. Бобры ее взяли и заложили. Смотрите. Вот она, алюминиевая проволока торчит. Бобры заложили в морду. Сейчас бы устанавливал здесь капкан. Все покажу. Все покажу. Смотрите. Так, ребят, в данном месте я установлю вот такой капкан. Вот такой капкан. Наверное, я думаю, номер 4. Не знаю, кто изготавливал эти капканы и изготавливают ли их сейчас, я не видел в охотничьих магазинах. Так вот дуги у него совмещаются. То есть не дуга к дуге, а вот так они внахлёст друг на друга идут. И сделал я здесь тарелочку. Тарелочного типа он у меня. Очень уловистый капкан. Много бобров я выловил. У меня два таких капкана, а очень много бобров я в них поймал. Если кто-то знает, где их производят, изготавливают, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что капкан действительно очень хороший. И пружины очень мощные. Ловит вообще обалденно. Правда, бывали случаи, что с передней лапой бобру попадают. Её просто перерубало. Он откручивал её и уходил. А так капканы отличные. В общем, ставлю капкан, устанавливаю. Отверстие в прошлое, до 3 часа. Это просто. Если вы выбрали их в глаз. Добавьте, как вы не можете. Этому можно... ..прочень не правильно. Это не работает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Напоминаю, на капкане очень чувствительный. Покажу. Вот так вот я его установил. Замаскировал цепь. Вот капкан стоит в воде. Плотина хорошая, большая. Все здесь. Зверь подтопил. Вот так в общем. Это у меня сегодня третий капкан. Дальше больше. Смотрите, не переключайтесь. Давайте, всем пока. Ну что, ребят, возвращаюсь домой. Установил капканы на бобров. Поставил 10 капканов. По плотинам. Два капкана поставил в протоках. Будем надеяться на продуктивный результат данного вида охоты. Австро пойду ставить капканы на куницу. Устал сегодня. Покушать с собой ничего нельзя. Думал, быстро отделаемся. Но, как всегда, пришлось потрудиться. Вот такие вот дела. Ладно, что? Буду снимать, показывать. Завтра пойду ставить капкан на куницу. Как раз буду проверять капканы на бобра. Двух бобров сегодня видел. Плавали я без ружья. Не стрельно, что далековато. Да я не люблю я бобров стрелять. Потому как у нас стрельных бобров не принимает. О, белочка пробежала через дорогу. Белочка проскочила, да. В общем, вот так вот. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всем очень рад. Очень признателен за то, что смотрите меня. Мне очень приятно. Давайте. Всем пока. С вами был Серега Охотник и канал Ледка Хантан.